МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привели в порядок свыше 100 учреждений культуры и отремонтировали более 100 километров дорог. В 2020-м мероприятий запланировано еще больше. В том числе помощь окажут малому и среднему бизнесу. Объем финансирования из федерального бюджета возрастет на 30%. Будущий облик Ставропольского аэропорта имени Суворова в своем инстаграме показал глава региона Владимир Владимиров. Макет позволяет увидеть общий вид воздушной гавани после завершения реконструкции. Все работы будут проходить в несколько этапов. Кроме того, площадь перед аэровокзалом существенно расширится. Там появятся автомобильные парковки для тех, кто улетает на несколько дней, и тех, кто встречает или провожает пассажиров. К строительству нового терминала внутренних воздушных линий приступят уже в апреле. Завершить его сооружение планируют до конца 2021 года. Объем дорожного фонда Ставрополья в 2020 году превысит 10 миллиардов рублей. Субсидии получит 10 городских округов и 21 сельское поселение. Это, в частности, и Забильнинский, Кировский, Петровский и Городские округа, а также Кочубеевский, Придгорный и Буденновские районы. Кроме того, более 200 миллионов рублей на строительство и реконструкцию местных автодорог получат три муниципалитета. Это Ставрополь, Пятигорск и Андроповский район. Как уточнили в Краевом Миндоре, в столице региона реконструируют участок дороги по улице 45-й параллель от улицы Пирогова до улицы Рогожникова. Первая партия маркированных препаратов поступила на Ставрополье. Это бесплатные медикаменты, которые помогут пациентам со сложными диагнозами. Лекарства предназначены для лечения злокачественных образований, гемофилии, болезней ГОШ, рассеянного склероза и других болезней, которые называют высокозатратными. Все препараты сейчас находятся на складе, но совсем скоро попадут в медучреждения Края. Весной в Железноводске развернется масштабный молодежный фестиваль спорта. В марки на Ставропольский курорт приедут юноши и девушки, который занимается стритболом, хип-хопом и паркуром. Мероприятие развернется на Корсомольской поляне. Напомним, что на территории в 4 гектара построили самую большую на Кавказских минеральных водах воркаут-площадку и первый в курортном секторе – памп-трек.